Адольф Яковлевич с таким удовольствием приехал, и он с таким удовольствием общался по-латышски везде, в кафе, в отеле, на улице, он переспрашивал, и просто чувствуется, что у него ухо наслаждалось. И, вы знаете, вчера мы обсуждали, как нам построить эту встречу, и Адольф Яковлевич сказал, что есть у меня такая мысль почитать главу из моей новой книги. И Адольф Яковлевич сейчас пишет книгу, начиналась она как книга о Станиславском, потом творческий замысел, значит, развился, и это будет книга и о жизни, и о судьбе, и о современности, и о Риге, и там есть глава о Риге. И первый вопрос... Там не глава, там очень много о Риге, но начинается, это моя новая книжка с описания моего прошлого приезда 3 года назад. И вот вопрос был такой, ваше ощущение, то есть вы долго-долго не были в Риге, 3 года назад по приглашению фестиваля Станиславский ЛВ, вот сегодня нашу встречу будет проводить Наталья Захарет, руководитель фестиваля Станиславский ЛВ, и я, Ольга Абдевич, журналист. И 3 года назад вы были, и сейчас вы гуляли по Риге, вы встречались с людьми, вы смотрели. Вот расскажите нам о нашем городе вашими глазами. Почему о вашем, а о нашем? О нашем. Не в смысле, не в смысле, крем нашим, а просто о нашем городе, о котором мы все любим. Ну, знаете, какие впечатления? Если честно, это удивительные, просто удивительные. Тут вопрос не в том, что много родного, а много это каждый дом, а просто это город необычайный. Необычайный. Я просто довольно много езжу, и в разных местах, я думаю, что Рига один из самых красивых городов Европы. Спасибо. Я сегодня шел, наслаждался. Я не могу сказать, что из самых самобытных, потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, два города самые самобытные, это Копенгаген и Таллинн старый. Интересно. Да, по самобытности, но по красоте Рига удивительная. Просто гармоничная и прекрасная, и неожиданная всегда город, которому нельзя привыкнуть. А это когда что-то любишь, он всегда кажется самым красивым по красоте. Ну, да. Да. Два с половиной года назад, когда Анатольф Яковлевич к нам приезжал, кто был на этой встрече в Дону Москвы, а я думаю, что многие здесь присутствующие на встрече были, и, Анатольф Яковлевич, я думаю, вы увидели своих актеров во втором ряду, и учеников. И у нас также, мы сделали первые ряды актерские, пресса, и актерские ряды, это в том числе есть ребята, которые учатся в Москве, есть молодые актеры, которые закончили в Москве театральные вузы и вернулись, есть представители уже нового поколения воспитанных именно в Риге актеров, Семена Михайловича Лосева, если помните, в Брельбовском русском театре, у нас есть и Ирина Павловна Егорова, актриса Рижского русского театра, есть ваши звездные ученики, Юрий Кушпелло, есть Влад Дведенко, простите, Николай Губанов, и есть представители школьного театрального актива, в частности, из которого мы со Светланой и вышли тоже, благодаря чему и связали свою жизнь с театром. И три года назад мы начинали нашу встречу с показа фильма, который сделала актриса Ольга Шипицкая, конечно же, вместе со многими людьми, которые были связаны с театром, но все воспринималось на эмоциях, и мы поняли, что Дульфий Яковлевич сам этот фильм толком-то и не видел, потому что по сценарию он у нас выходил, доверил нам режиссерские праздники, по сценарию он выходил после этого фильма, поэтому мы решили все-таки показать его еще раз. По водушке не люблю отдыхать. Продолжение следует... Продолжение следует...